Депутаты Змеиногорска избрали нового главу города, сообщает Политсибро. Они единогласно проголосовали за индивидуального предпринимателя Эдуарда Савинова, при этом главы администрации в Змеиногорске пока нет. Депутатам предстоит обнародовать условия конкурса на эту вакантную должность, а затем принять решение о проведении конкурса. Добавим, после объединения муниципальных образований города Змеиногорска и Змеиногорского района, чиновники, депутаты и жители района задумались о ликвидации мэрии. Ее полномочия планировали передать районной администрации, но осуществить задуманное не удалось. В Рубцовске будет продлена программа «Дорога в школу». Это значит, что заасфальтируют подходы к нескольким городским школам, а также проведут к ним уличное освещение, сообщает Рубцовск.Инфо. Таким изменением несказанно рады горожане, ведь тротуары у многих учебных заведений не ремонтировали десятки лет. А вот в Заринске, пишет Комсомольская правда Барнаул, завершили реконструкцию дороги до завода «Русская кожа». По улице Промышленная восстановлена ось трассы, построены тротуары, переустроены линии связи и освещения, установлен остановочный павильон. Для реконструкции объекта региону оказана поддержка со стороны Фонда развития моногородов. Стоимость реконструкции дороги составила больше 50 миллионов рублей, в том числе 46 миллионов за счет субсидий фонда. Технический вуз края и итальянский университет Трента решили реализовать совместный строительный проект, информирует московский комсомолец Барнаул. Его суть – строительство экспериментального энергоэффективного дома на территории края с применением инновационных технологий и материалов, а также принципа зеленого строительства. О деталях научно-исследовательского проекта обещают сообщить позже. В Алтайской митрополии обсудили идею восстановления Петропавловского собора, сообщают аргументы и факты. Для этого они провели встречу с участием архитекторов, краеведов и представителей власти Барнаула. Для одних собор является духовным местом, другие заинтересованы в археологических раскопках, ведь здесь захоронены известные личности города, такие как изобретатель первой паровой машины Иван Ползунов, первый главный командир колыва на воскресенских заводах Андреас Берр. Эксперты пришли к общему мнению, что к восстановлению святыни необходимо привлечь как можно больше профессионалов. Напомним, Петропавловский храм был главным собором Алтая в 18-м начале 19-х веков, но после революции его разрушили.